Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой про комфортно. Спонсор проекта – компания Кукмара. Кукмара – посуда на все времена. Приветствую, друзья! В студии работает Аймиссия Мирова. И сегодня в рамках проекта «Про комфортно» с нами президент Национальной ассоциации гостеприимства Северного Кавказа Сефежат Магомеда Гаевна Магетрасулова. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо огромное за поддержку. На самом деле у Сефежат очень много регалий, но мы уже боимся всех этих званий, титулов, с которыми Сефежат бравирует. Поэтому остановимся на самой главной регалии Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа. Куда, как выяснилось, входят ассоциации? Ну, их минимум 9, да? Сефежат, какие? Да, 8-9 – это разные направления. Национальная ассоциация гостеприимства Северного Кавказа, она охватывает регионы Северного Кавказа и функционирует по разным направлениям. Это и рестораторы, общепит, это и отели, отельеры, базы отдыха, гостевые дома, перевозчики, сувенирка. Также у нас очень хорошо работает и направление гидов. Ну и, в общем, все эти направления, гостевые дома между собой коллаборируют, и работа направлена на развитие туризма в нашей республике, потому что только-только, да, в начале… Набирает обороты. Да, набирает обороты. Мы делаем все для того, чтобы, где возможно обучить, где возможно провести мастер-классы, семинары, и в этом направлении движемся вперед. 9 направлений. Сотни или, наверное, уже тысячи предприятий, компаний, учебных заведений, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, бытового обслуживания. Это все направления, которые объединила Ассоциация гостеприимства Северного Кавказа за время своего существования. Как давно она появилась? Она появилась после пандемии, потому что нет хода без добра. Именно в период пандемии начал развиваться внутренний туризм, и появился нацпроект «Туризм и гостеприимство». Честно говоря, самым первым направлением из всех этих вышеперечисленных были рестораторы. И я все-таки думала, как же объединить, потому что отдельно разные направления, как же одним словом. В итоге мне пришло в голову слово «гостеприимство». А почему не Дагестан и Северного Кавказа? Потому что жемчужина России именно по туризму, именно по курортам – это Северный Кавказ. И, конечно же, хочется, чтобы республики Северного Кавказа коллаборировали. Мы буквально на этих выходных были в Чеченской республике, и в рамках нашего визита мы, конечно же, сотрудничаем и в женском бизнесе, и в туризме, и с другими регионами именно Северного Кавказа. Почему? Потому что нам есть чему поучиться друг у друга, а в республике Дагестан на сегодняшний день все условия есть. Пока что у нас хромает только сфера услуг. В этом направлении тоже много чего делается, именно по обучению персонала, именно. Ну, я хочу так сказать, знаете, я сравнила с другими регионами, где-то мы даже лучше. Меня это радует. Но, да, первоклассных курортов нам, конечно, еще, к сожалению, далеко, но капля камень. Тем не менее, за тот период, пока существует ассоциация гостеприимства, наверное, сделано уже много. Да, вы знаете, мы проводили семинары обучающие с приглашением федеральных экспертов. Также мы активно сотрудничаем с Федерацией ревизоров гостеприимства. Это Ферега. Это международная организация. И на сегодняшний день во всех регионах она очень хорошо функционирует, работает. И намечено очень много мероприятий именно федерального, международного уровня. Тех, кто желали у нас в республике, я добавила, также у нас есть направление Ферега. То есть это классификация отелей, это вообще сам сервис, рестораны. И на сегодняшний день даже есть знак отличия. Ферега уже запущен и работаем в этом направлении. Что касается сейчас, сентябрь, 27 сентября, это у нас международный день туризма. Нами тоже намечены и запланированы ряд мероприятий, в том числе и обучающие мастер-классы, семинары с приглашением федеральных экспертов, гостей. Потому что, опять-таки, это наш день. А для нашей республики, учитывая, что мы развиваемся в этом направлении стремительно, активно, и на сегодняшний день у нас в этом году даже в несколько раз больше туристов, чем в предыдущие годы. Поэтому нужно работать. Учитывая, что с 1 июля обязательная сертификация эгидов. И в этом направлении, я же говорю, мы запланировали очень много мероприятий вместе и совместно с Ферега, и сами в рамках республики ассоциации. В общем, будем проводить. Фижат, очень приятно слышать некую самокритику в свой адрес. Тут же вы обозначаете, что есть куда расти, и мы в этом направлении много чего делаем. Критикую, я предлагаю, как говорится. Поэтому критикую, мы предлагаем, что в этом направлении можно сделать. А проблемы есть, наверное, их немало. Как вы их решаете пошагово, и какие в первую очередь, какие проблемы в приоритете? Ну, например, какие проблемы? Коррективные перевозки. Проводим встречи с ГИБДД, чтобы они уже непосредственно перевозчикам, те, кто перевозит коррективные, значит, коррективы детей, особенно детские перевозки, ну и туристов, конечно же, проводим мероприятия, чтобы наши, во-первых, транспорт, чтобы был в нужном состоянии, во-вторых, чтобы все требования, что необходимо соблюдать при перевозке коллективных детей, чтобы они все соблюдались. Опять-таки, диалог и контрольных надзорных органов, и тех, кто непосредственно предоставляет данные услуги. Также в рамках Ассоциации рестораторов тоже активная работа идет. Даже на сегодняшний день у нас уже запущено направление совместных закупок, когда мы, мы знаем, что инфляция, да, особенно в последнее время, когда у нас и много запретов и санкций, вот как раз-таки сейчас запустили направление совместных закупок, и на этой неделе уже встретимся, уже запустим это направление тоже. Что касается отелей, номерной фонд в республике не соответствует тому количеству туристов, которые прибывают к нам ежедневно. И, опять-таки, классификация не всегда соответствует звездам, которые, да, обозначены. Поэтому в этом направлении тоже мы с федеральными экспертами работу ведем. После семинаров уже непосредственно владельцы отелей связываются с экспертами, и уже индивидуально прорабатывают каждый свой отель, свои средства размещения, и для того, чтобы довести до звезд. В среднем это три звезды, у нас пятизвездочных, к сожалению, у нас уже прям уровня, как положено, к сожалению, пока что нет, а так стараются. Несколько уже четырехзвездочных отелей тоже уже есть. Получается, вы начали с самого главного, с повышения компетенций персонала, который так или иначе контактирует с туристическим потоком. Да, что в наших силах мы делаем. У нас очень много чатов, где, значит, туризм в разных направлениях, как я говорила, да, и гиды отдельно, и перевозчики, и отели, и информацию, все, что по мерам поддержки. Мы знаем, что благодаря национальному проекту «Туризм, индустрия и гостеприимство» очень много мер поддержки. Кроме этого, региональные меры поддержки. И, к сожалению, из-за где-то неосведомленности предпринимателей, начинающих, опять-таки, не все знают, что могут зарегистрироваться самозанятыми. Те же самые гиды могут стать самозанятыми. И, опять-таки, те же, кто предоставляет услуги. Поэтому нужно проводить работу с населением. И мы, что в наших силах, на данный момент делаем. Потому что, опять-таки, капля камень точит. Честно говоря, очень приятно, что вы начали именно с основных болей. То есть, по направлениям определили. Например, в Ассоциации рестораторов Дагестана совместные закупки. Это большая помощь, наверное, для самих рестораторов. Это, наверное, первое. С каким предложением они подошли к вам, как к президенту этой ассоциации? Да, вы знаете, проблем, конечно, много. Особенно во время пандемии было много проблем. Особенно выход из пандемии. Когда мы в соблюдении всех требований Роспотребнадзора потихоньку открывались. Помогали друг другу. И мы в 2020 году поняли, что рестораторы не конкуренты, а коллеги. Потому что у всех одни и те же боли, одни и те же проблемы. И одно и то же решение проблем. Поэтому на сегодняшний день я очень рада, что у нас такая коллаборация внутри рестораторов. И давно была идея, она заревала о совместных закупках. И на сегодняшний день уже реализовали. Здорово. Поздравляю с такими шагами. Очень полезными, очень важными. И потом, вот этот туристический поток, который сегодня присутствует на территории нашей республики. Наверное, то количество рестораторов, их недостаточно для того, чтобы правильно, качественно обработать весь этот поток туристов. Вы знаете, рестораторов даже может быть достаточно. У нас на сегодняшний день недостаток номерного фонда. Размещение гостей. Вот над этим надо работать, привлекать инвестиции, чтобы строились отели. Кормить можем, селить пока негде. Кормить мы можем. Опять-таки, главное достоинство дагестанцев, наверное, гостеприимство. Даже не столько общепит, сколько даже мы знаем, что в горах горцы, те семьи, которые живут, они с удовольствием кормят. Потому что у нас так принято. Вообще, самая главная достопримечательность Республики Дагестан – это гостеприимство. Это народ, самая большая ценность. В принципе, что мы и поняли во время пандемии, когда мы сами себя спасли, можно сказать. И вот с этим пока таких проблем нету. Но вот именно главная проблема с размещением. И, может быть, где-то с недостатком гидов иногда возникают проблемы. Или же квалифицированных гидов. Поэтому тоже будем вести эту работу, привлекать, потому что это занятость населения, это налоги. Популяризировать эту профессию среди населения. Что надо делать, чтобы гидов стало больше? Обучать. После девятого класса всех, кто ребята выпускаются, всех в туризм. Обучать с девятого уже среднее образование, СУЗы. И уже поля, работать. Отношение к такому предмету, как история Дагестана, наверное, кардинально изменилось. С потоком туристов. Вы знаете, мне кажется, даже мы сами, кто не обучались на гидах, нам самим уже интересно. Потому что нам нужно рассказать гостям. Гости сегодня больше нам рассказывают. К сожалению, иногда да. Иногда наблюдаем такую картину, что гости знают больше, чем... Ну, не будем о грустном. И знание и сила будем учиться. В качестве гостя на проекте «Про комфортно» с нами президент Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа Сефежат Магаит Расулова. Не переключайтесь. Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой «Про комфортно». Спонсор проекта – компания «Кукмара». «Кукмара» – посуда на все времена. Продолжаем цикл программ о гостеприимстве на Кавказе. И сегодня гость передачи «Про комфортно» Сефежат Магаит Расулова. Инициатор и президент создания не только Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа, также Сефежат руководит целым рядом ассоциаций, которым мы посвятим отдельные программы. Сегодня мы наблюдаем потоки туристов к нам на Кавказ, Сефежат. Какие это туристы, как можно их описать? Оно разное, в плане того, что кто-то бронирует, кстати, в рамках проекта, то, что можно забронировать и получить кэшбэк. Кроме этого, приезжают группами, заблаговременно забронировав какие-то туры. Но, к сожалению, есть случаи, когда сами дикарями приезжают. Самый опасный вариант приезда к нам на Кавказ. Да, и, к сожалению, многие те случаи несчастные, которые происходят, они, к сожалению, происходят с теми туристами, которые приезжают сами на своем транспорте, не зная географию, не зная особенностей нашего горного региона. Не зная менталитета. Ну, менталитет еще, ладно, это как бы не так опасно, а вот именно не зная горную местность, вот мы знаем, да, последний случай. Печальные моменты, как раз по причине незнания. К сожалению, да, именно потому что они приехали сами дикарями, хотели сами отдохнуть, но хотя бы как-то с гидом или с кем-то нужно, потому что если через туркомпанию, опять-таки они несут ответственность, а если вы сами, то несете ответственность сами за свою безопасность. А как вообще эта работа строится? Кто-то предупреждает людей, зазывая к нам на Кавказ о том, что все-таки регион специфичен, есть смысл, например, очень долго существовал институт куначества, который обеспечивал вот эту охрану, безопасность, опеку людей, кто приезжал впервые, особенно на Кавказ. Но если группа туристов приезжает через какую-то компанию, компания несет ответственность за то время пребывания пока не на территории республики. Если же они сами приезжают, не ознакомляются с информацией, то есть они как-то не довести, да, вот это вот, честно говоря, работа не проработана, вот этот момент, и все-таки нужно, да. Мы как вот даже вчера мы, по-моему, вместе туристическую карту для туристов, именно по менталитету, по всем моментам, сейчас тоже, да, скоро выйдет свет. А вот как раз об этом я хотела спросить, но чуть позже. С коммерческой точки зрения, Сифижат, наш регион, к какому туристу все-таки готов, а к какому еще нет в плане ценника, в плане условий? Ну, я думаю, точно не премиум среднего класса, именно пока что на этом уровне, но я надеюсь, что с привлечением инвестиций, с привлечением лучших условий, с инфраструктурой, конечно, нужно будет проработать, улучшить. Мы все-таки будем стремиться к тому, чтобы должен был отдых премиум класса, пока что мы, ну, не совсем готовы к такому классу, я бы сказала, так пока что средний. А вот уже второй год, как вы сами правильно отметили, регион выезжает как раз на гостеприимстве присущем. То есть никто не остается на улице без крова всех? Никто голодным не остается, никто на улице не остается, как бы не хватало. Даже мы знаем случаи, когда сами ночуют не дома, да, наш город особенно, и главное предоставить место нашим гостям. Поэтому в этом плане я очень рада. Характерная особенность. Да, дагестанцев, именно гостеприимство, именно, вот как сказали, куначество, это очень. На поверхности направления, касаемые проживания туристов, их питания, развлечений, но есть, наверное, какие-то смежные отрасли, например, сувенирная продукция или производство каких-то продуктов на вывоз. На вывоз ни для кого не секрет, что полюбился урбеч, всем, кто приезжает в регион, полюбился местный сыр, стараются вывезти. А вот как с этими отраслями обстоят дела? Вы знаете, именно сувенирка у нас отдельное направление, туда входит все, что... То есть я включаю в это понятие все, что турист может забрать с собой. Начиная это изделия серебра, да, вязаные изделия, наши джерабки, и заканчивая продуктами питания, именно специфичными для нашего региона. Мне очень отрадно, что именно на выставках наши ребята, унцикурские мастера, все, кто, да, занимаются такими видами народно-худорственными промыслами, они могут представить. На самом деле, такого разнообразия, такой красоты нет ни в одном регионе. Столько изделий, столько красоты. Поэтому... Всю эту палитру ремесел, которые изготавливаются у нас в регионе, как раз-таки представляют и на выставках, и здесь, на месте. Да, причем на международных, федеральных, и просто душа радуется, когда наши ребята, на самом деле, прославляют в положительном, да, русле наш регион. Я прям не нарадуюсь. А что касается именно продуктов, у нас есть девочки, у нас есть ребята, которые производят урбеч, которые мед, да, горный. То есть тоже, даже, кстати, не только туристы российские, но только внутренний туризм. Мы знаем, что и другие страны, дружественные нам в данной ситуации, тоже очень заинтересовались и урбеч, например, Дубай, арабские страны. И в этом направлении сейчас работаем. Суфижат, настолько многогранная ваша деятельность, и как-то вот параллельно происходит. То есть, вроде здесь, с одной стороны, внутренний туризм, и тут же параллельно Суфижат Боготросулов занимается внешним налаживанием внешних связей. Вы говорите, что из-за границы заинтересовались продукцией, изготавливаемой на территории Северного Кавказа. Да, у нас есть друзья из других стран. Опять-таки, в рамках тех же самых Российско-Арабский деловой совет, это те же самые женщины бизнеса, и они же входят в Российско-Арабский деловой совет. Те же самые наши ребята, друзья, предприниматели из арабских стран, с которыми мы уже много лет дружим, они бывают часто запросы, то воду, потому что там очень проблемно с водой, то вот они приезжали рис, урбеч, то есть в этом плане тоже мы именно и подружбой. Интересно, как в жаркой стране употребляют урбеч. Как шоколадную пасту, для них это шоколадная паста, или ореховая, вот если брать как аналог, то можно сравнить с ореховой пастой. Вопрос на засыпку Сифижат. Если говорить конкретно о вас, момент, когда вы можете оказать свое гостеприимство кому-то конкретному, кого бы вы хотели встретить как гостя, и как бы его встретили, куда повезли, что показали? Ну, если говорить кого бы, да, любого гостя, да, из любого региона, из любой страны мы бы прекрасно встретили, тем более с нашим прекрасным, да, бизнес-сообществом, когда мы рады всем. Но из последнего... Вы говорите о женском бизнес-сообществе. Да, у нас женщины, каждая из которых целая вселенная, поэтому я думаю, что нам вообще любые горы по плечу. Но если говорить из недавнего, то к нам приезжали дети из ДНР, из Донецка. Они жили в семьях, 9 ребят, 8 девочки, 1 мальчик. Вот этот единственный мальчик достался мне. Он жил у меня в семье, у меня дома. И моя задача была сделать неделю, они здесь пребывали, сделать эту неделю для Владимира, да, зовут Владимир, Вова, сделать для Владимира незабываемую эту неделю. И мы сделали. Причем вся семья, даже и мои родители, и даже наши женщины бизнеса. То есть настолько был интересно расписан маршрут, что он и на Сулакском канюне был, он и на море. И, в общем, все, что... Хунзахи, очень такая программа была. Интересно, что он настолько был впечатлен и планирует приехать сюда уже с семьей. И эмоции родителей, именно матери Вовы, просто даже написала, пусть только ребенок уже вернулся, что настолько под впечатлением, и что они потрясены нашим гостеприимством. Они потрясены нашей красотой. Вообще, наверное, они когда ехали, не знали, что вообще в России есть такой прекрасный уголок, как Дагестан. И то, как он говорил, тут такие же сердца красивые, как эти пейзажи, как эти горы. Тут у меня была одна мама, как он уже когда уезжал, говорил. Потом стало две, то есть это его мама, я. А потом у него стало больше трехсот мам. Это все наши женщины бизнеса, потому что каждая его встречала, как родного сыночка. И провожала так же. Пользуясь возможностями радио «Прибой», мы передаем большой привет Владимиру и его семье, и уходим на небольшую паузу. Издревле в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе «Аймиссия Мировой. Про комфортно». Спонсор проекта – компания «Кукмара». Серия программ «Про комфортно» продолжается эфиром с президентом Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа Сефежат Магадрасуловой. Сефежат, развитие городов, районов. Какие регионы показывают хорошие результаты? Вот куда вам в первую очередь хочется повезти гостя? Так, мы про муниципалитет Республики Дагестан или регионы Российской Федерации. Мы говорим пока про Северный Кавказ и Республику Дагестан в частности. Так, ну регионы, конечно же, Ставропольский край лучше всего в этом плане, да, мы знаем. Нет-нет-нет, мы о себе лапочках. Тогда муниципалитеты. Муниципалитеты, но у нас на сегодняшний день конечно Дербент, да, Сувахский каньон, Казбековский район. И очень хочется развивать Южный Дагестан, потому что очень много красивых памятников природы, исторических памятников, и вообще шикарный есть маршрут по военной тропе Шамиляли, как он, то есть, ну, на самом деле есть очень красивые памятники истории и географические, да, памятники природные, которые нужно показывать, но они еще не все изведаны. Турсический маршрут еще не все проложены, и я думаю, все это впереди. очень хотелось бы развивать именно, опять-таки, Южный Дагестан. Хорошо, очень, да, за последний период у нас Бархан, хорошая локация, главы бы молодцы, сервисы стараются, да, на должном уровне уже растут. Но я думаю, все еще впереди. Все-таки от чего зависит развитие того или иного района, локации? От вложения инвестиций, раз, от обучения персонала, два, от руководителя муниципалитета, три, потому что они должны быть заинтересованы для того, чтобы создать рабочие места. Да, это налоги, это вообще благополучие того или иного муниципалитета, где туризм развит. Как бы мы ни говорили, а когда у нас в каждой семье работает кто-то, это уже благополучие каждой семьи, счастья, радости, много ли нужно, да, вот каждой семье, чтобы все у нее было хорошо. Поэтому нужно работать в этом направлении, развиваться и, я думаю, создавать и рабочие места, и локации, опять-таки, тот же самый казино АМ. Очень хотелось бы, чтобы с нашей стороны были те же условия, и такая же красота, как со стороны Чеченской Республики, потому что озеро-то одно, а получается, мы немножечко вот в этом плане отстали. Ракурсы разные, да? Да. Понятно, что объектов для принятия существенного сегодня, вернее, нет, существующего потока недостаточно. Ваши прогнозы, сифижат, когда, где будут ближайшие открытия? Да, там уже строятся гостиницы, где есть инвестиции, вложения, все в процессе. Мы видели, сколько гостевых домов появилось, но в плане гостевых домов нам нужно работать над удобствами. К сожалению, не все понимают, что большая, самая шикарная люстра – это еще не удобство, а в каждом гостевом доме внутри удобство, тот же самый санузел, чайник, ну и так далее, да. То есть те условия, которые должны быть элементарные в номере гостиничном, они должны быть в каждом гостевом доме, а не так, что санузел на улице, где-то ночью. Вы представляете, туристы, которые прибыли к нам из России. И вот этот вот, это кажется, очень интересно получается. Для них, наверное, тоже это впервые в новинку, такой туризм, такой отдых. Ну, экстремальный, вы сейчас про экстрим. Но хотелось бы, чтобы мы в этом направлении двигались именно для того, чтобы создать условия. Да, и очень много появилось и глэмпингов, и на берегу, да, наш перец устраивается, да, и гостевые дома, и, в общем, мы и работаем. Сефежат, а вы вот упомянули поддержку, грантовые поддержки, может быть, какие-то другие варианты? Очень много на сегодняшний день мер поддержки, именно и регионального, да, уровня, и федерального в рамках национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство». Мы знаем, что и на строительство гостиниц, и на строительство гостевых домов, да, все это выделяется на сегодняшний день. Участвуйте, опять-таки, в грантах. В общем, очень много возможностей. Главное – знать, изучать. Проблема в том, что наши предприниматели не все в курсе. Сначала делают? Да, а потом создают условия, когда уже туристы начали заезжать, или же им некогда, пока у нас сезон, и в связи с этим получается так, что, ну, не успевают вовремя, знаете, в мерах поддержки и участвовать. Мы над этим тоже работаем, где возможную информацию сразу же направляем, проводим зумы, вебинары, все, что возможно, онлайн, даже если не приезжать. Но посмотрим, будем. А вот такая штука, как туристическая карта, на которой помимо того, что указаны объекты достопримечательностей данной местности, отмечены места питания, отдыха, обязательно пресловутые туалеты. Есть ли в наличии такие туристические карты и насколько они нужны? И буквально вчера мы с тобой как раз, да, говорили с нашими ребятами из клуба маркетологов о том, что они умнички создают. Такие памятки туристов у нас есть. Мы до этого тоже были на презентации, их раздают. На самом деле, молодцы, кто это придумал, кто этим занимается. Почему? Потому что оно необходимо. И, конечно же, хорошо, чтобы это был формат и бумажный, и онлайн, и на сайте, и лендинги, чтобы по QR-коду можно было зайти посмотреть. И вот сейчас ребята краски разрабатывают, где будут все достопримечательности, которые посмотреть, мастлог. И, кроме этого, где поесть, опять-таки, по мерам того, как ментальность, да, как одеться, как себя вести. Пояснительная записка. Это очень полезно и очень будет именно, знаете, helpful на английском хорошо. То есть очень хорошо поможет именно нашим туристам, потому что не всегда они знают ментальности, и получается, что какое-то недопонимание между местным населением и туристами. Хотя можно, все мы люди, мы должны разговаривать, и любому человеку можно очень вежливо, красиво это объяснить. Донести. Да. В рамках Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа объединились предприниматели, которые хотят постоянно повышать уровень компетенции и качество своей работы. В результате престиж каких профессий сифижат, по-вашему, значительно вырос? Куда сегодня дагестанская молодежь идет охотно? Ну, молодежь, я бы не сказала, что пока что охотно идет, но очень много нас сейчас именно что гидов, нужные гиды, и очень много молодежи именно что в эту сферу, да, ушли в туризм. Опять-таки, не очень хорошо, что многие водители, которые просто развозят, занимаются перевозками, тоже почему-то стали гидами, при этом не имея никаких документов. Вот это меня, честно говоря, больше всего возмущает, потому что у нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, когда турист только прибывает на землю Тагестана с самолета, да, выходит в аэропорту, его встречают там перевозчики, то есть, ну, такси, грубо говоря, и то, что они им рассказывают, из этого складывается впечатление о республике. Ну, пожалуйста, давайте хоть, как я не знаю, курсы хотя бы пройдите, или какой-то документ о том, что вы имеете какую-то хотя бы сертификацию гида, но нельзя так, я сама была пару раз свидетелем такой ситуации, что мне было очень стыдно, что вот так вот поступает, хотя об этом нигде не говорят, это как бы так молча, да, происходит, но вот над этим тоже я бы поработала, потому что нельзя такое допускать, это очень печально, потому что туристы, наверное, тоже, когда едут, что-то уже знают о регионе, когда они слышат то, что слышат. Крик души от президента Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа как раз кстати. Благодарю Сефежат Магалит Агаевна за нашу встречу, это интервью не первая в серии программа гостеприимства на Кавказе, но вы сейчас задали высокую планку данному направлению, хотя чего еще можно ожидать от президента Ассоциации. Спасибо большое за это интервью. Спасибо вам огромное за приглашение, спасибо, что поднимаете такие насущные проблемы, вопросы на сегодняшний день, я думаю, что общими усилиями мы хоть что-то сможем изменить в лучшую сторону, будем развивать наш регион, чтобы он был лучшим, одним из лучшим из всех регионов Российской Федерации, потому что все условия для этого у нас есть на самом деле, самое главное это наш народ. Это была программа про комфортно, в студии работала и миссия Мирова, желаю процветания не только всем нам, но и в обязательном порядке нашим гостям. Субтитры создавал DimaTorzok